Приветствую! Сейчас мы поговорим с вами об оправдательном приговоре по статье 336 уклонения от мобилизации. Этот приговор по своей сути является таким показателем того, как правоохранительная система относится к человеку. По идее правоохранительная система, полиция, прокуратура, даже если им поступило сообщение о преступлении, должны расследовать это преступление. Собирать доказательства, изучать эти доказательства, чтобы в конце концов прийти к выводу, что да, этот человек все-таки, скорее всего, виновен в совершении преступления. Но для этого надо изучать доказательства, внимательно изучать доказательства. В этой же ситуации, судя по всему, сделали каким образом? Ну, пришло заявление от ТЦК и ИСП о том, что человек уклоняется от мобилизации, ну, значит, виновен. И зачем нам там что-то изучать? Заява есть, там корешок какой-то есть, все, быстренько дело сделали и отправляем в суд. Правда, быстренько не получилось, потому что прошло полтора года с момента того, как человек якобы совершил правонарушение и появился приговор. А теперь вдумайтесь, почему я говорю о интересах человека, о том, что правоохранители должны об этом думать. Вдумайтесь, человек полтора года живет под уголовным производством. То есть, вот, ты каждый день живешь с мыслью о том, что есть некое уголовное дело в отношении тебя, и ты не знаешь, когда оно закончится, и думаешь, посадят, не посадят, что будет, как жить. Ты, ну, вот в каком состоянии психологическом живешь, да? В очень хорошем, приятном, расслабленном. Ну, а давайте добавим к этому, что, скорее всего, расходы на адвоката, которые, опять же, которых могло не быть бы, если бы правоохранительная система сделала все нужно. А, скорее всего, дополнительные расходы на лечение, потому что полтора года в состоянии стресса, вот, в этом, да, непонятном состоянии, посадят тебя, не посадят, ну, скорее всего, это тоже отпечаталось на человеке. А теперь мы понимаем, что эта же информация там могла быть передана на работу, ну, и как-то просочится в общество, да? Как это на человеке отразилось, что он там под уголовкой находится? Наверное, не очень хорошо. А все почему? А потому что правоохранители, ну, делают свою работу так себе. Понятно, мы не говорим здесь обо всех правоохранителях, но вот показатель у нас есть, да, мы видим, какие там есть люди. Давайте посмотрим этот приговор, да, чтобы вы понимали, о чем же идет речь, почему я так несколько возмущен их работой. Смотрим приговор. Вот этот приговор, как вы видите, он достаточно новый, 28 ноября 23 года. Вынес его Тячевский районный суд Закарпатской области. И вот давайте почитаем, что же здесь установил суд. Подробно, естественно, все читать не будем, будем читать самое главное. Что мы здесь видим, что особа 8, будучи військовозобовязанным 26 лютого 2022 року, перебуваючи в примещении пункту постейного сбору військовозобовязанных, пройшов військово-лікорскую комиссию, яка на час проведения загальної мобилизації заседает за выше вказаной адресой. И далее, что он был? Далее, вот тут назначено, что его признано придатным до військовой службы и подлягает призову на військовую службу подчас мобилизації. Далее, перебуваючи на территории пункту постейного сбору військовозобовязанных, вин печат шикування військовозобовязанных от Рыма в контрольный талон мобилизаційного распорядження, в якому поставив свий особистый питпес. Ну и это было мобраспоряжение на отправку. Ну и дальше они говорят, что он не явился в указанное время, чем совершил, соответственно, преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и заключалось оно в уклонении от призыву в связи с мобилизацией. Что пояснил этот человек? В суде он пояснил. И показал, что он приехал из города Киева. От давайте сейчас почитаем. Де перебував на заробітках додому в село Топчино Тячевского району. Того дня он зашел в магазин, и при выходе из него был затриман работниками полиции и доставлен в помещение пункта постейного сбору військовозобовязанных. Ну прекрасно, да? Человек приезжает домой, в магазине его непонятно на каких основаниях задерживает полиция и привозят в ТЦК. Причем, если мы посмотрим все решение, да, там нигде ничего не сказано о том, а были ли у полиции вообще основания задерживать этого человека. Скорее всего, мы догадываемся, какой ответ на этот вопрос. Далее. Он говорит, что было предоставили его по этому адресу, и он означает, что, вот дивиться, означает, что жодного медичного огляду он не проходил. У него только спросили, если он болеет на какие-то заболевания, на что он сообщил військово-лекарскую комиссию, что болеет и имеет вродженную ваду сердца и проблемы с психикой. А вот дальше, посмотрите. Кроме того, он сообщил, что он сообщил військово-лекарскую комиссию, что он находится на облике у лекаря-нарколога. А нам все равно, как вот песенка старая была такая, да? А нам все равно, вода сердца, перебывание у нарколога, это нам не важно. И в итоге, в итоге он говорит, пишет, что пробувши деколька годин в ТЦК и СП, его отпустили додому, вручивши тільки пропуск, який надае можливість выйти из ТЦК, та повідомили, что ему необходимо з'явиться на наступный день. Кстати, это реальные ситуации, когда для того, чтобы выйти из ТЦК, тебе нужен пропуск. И мы неоднократно сталкивались, и мои партнеры сталкивались с тем, что пока тебе пропуск не выдадут, ты из ТЦК не можеш выйти. И адвокат, ну и что, что адвокат? А ты не можеш выйти, потому что там стоит вооруженный человек, и тебя не пропускает. Ну, это такое, лирическое отступление. И дальше он стверджуя, что мобилизационное распоряджение он не отримал, и в таком свой подпис не проставлял. И никакого акта, что он отмечается от отримания моб распоряджения, работники ТЦК и СП не складали. Дальше здесь позиция представителей ТЦК и СП, и вот они, что интересного здесь пишут. А пишут они следующее. То есть они говорят, что мы вручили моб распоряжение, но даты, времени, когда человек должен явиться по этому моб распоряжению, там не указано. А мы понимаем, что это значит? Конечно же, понимаем. А что думает по этому поводу прокурор? Давайте посмотрим. А прокурор говорит, что на его думку доказы подтверджуют вынувайтесь об вынуваченном овчиненне криминального правопорушения. Благо, благо здесь нашелся судья, который подошел неформально к этому вопросу. Да, есть обвинительное заключение, значит, виноват. Нет. Судья изучил материалы дела. И давайте посмотрим, а что же сказал здесь суд. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на вот это правило, на которое также обращает внимание суд. Пусть уси сумнивы, что до доведенности в иные особы тлумачатся на корысть такой особы. Немаловажное правило, на котором должно быть построено вообще решение суда. И оно построено как раз на основании этого правила. И вот что же здесь суд ключевое. Да, здесь вы видите много-много всего, много всего суд написал. Но есть главное, да, на чем базировался суд. Вот смотрим. Сгідно моб распоряджения, команда номер, яке надано стороною обвинувачення, вбачається, что в ньому не зазначено, протягом якого часу необхідно з'явитись особа 8 до РТЦК та СП за адресою 3. З контрольного талону моб распоряджения вбачається, що в ньому наявний підпис ОСЕО особа 8, проте відсутня дата та час отримання моб распоряджения. І далі. Отже, стороною обвинувачена, не надана належних та допустимих доказів, дотримання процедури щодо виклику особа 8 до РТЦК та СП та належного вручення йому мобілізаційного розпорядження. І витогі висновок ухвалив особа 8 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статією 336 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. І це ж хороо, що у чоловіка в даній ситуації були діння на адвоката. Хороо, що був хороший адвокат, котрий изучив матеріал діла і обрати ув'язку на це. Хороо, що судья був такий, яким должен був судья. Він неформально подошел к делу, а він изучив ці матеріал і обрати на це ув'язку. А що було б, якби не так? Якби у чоловіка не було діння на адвоката. Либо адвокат був би плахой. Либо судья підшел б так поверхностно к изучению матеріалів дела і доверився б представітелям правоохранительних органів, то що в итоге було б? Этот чоловік сейчас би отбував наказання в містах лишення свободи. А все почему? Потому что ни следователь, ни прокурор, понимаете, упустили такую маловажную деталь. Такую маленькую, вообще ничтоженую деталь. В моб-распоряджене не було даты, коли человек должен был явиться. Да блин, ну у вас же там всего несколько было бумажек, которые вам нужно было исследовать. Моб-распорядження, контрольный талон этого моб-распорядження, справка ВЛК. По сути, вот это все, что вы там исследовали. У вас три бумажки було, і ви в цих трех бумажках не змогли увидеть главного – даты і времени. А почему це главное? Да потому что, як ми можемо обвинить человека в тому, що він не явився по этому моб-распорядженню. В смысле не явився? Ну так он бы пришел через пять лет. Ну да, ты ж-то нет, і времени нет. Какая неявка здесь может быть по повестке? Ну правоохранители, проявив весь свой профессионализм, не заметили этого. В итоге полтора года человек находился под следствием, уголовное дело, суд, расходы, нервы. А все почему? А потому что кто-то пропустил этот момент. Прекрасно, что здесь сказать? Ну а здесь находим и позитив. А позитив заключается в том, что, как мы видим, есть адвокаты и есть судьи, которые готовы, несмотря на политическую там ситуацию, несмотря на то, что это же правоохранительные органы все подготовили, и вот этот приговор – это позор им, конкретный позор им. Суды, несмотря на это, выносят правильные решения. И такому судье надо поставить лайк. А поставить лайк мы можем этому судье поставить лайк этому видео. Вот. Друзья, по этой ситуации у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, ставим лайк этому видео, подписываемся на мой канал. И также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там гораздо больше информации, появляется она оперативней. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.